Всем здорова, пацаны, с вами Эван, и мы начинаем играть на сервере Admir RP, второй сервер. Вы не говорите такой, смысл, если начинаем играть, если у тебя уже есть тачечка там, я вижу, ты уже сидишь с каким-то пацаном возле СТОшки. Да, я раньше играл на данном сервере перед записью, перед своим каналом, я играл, работал. Ещё могу сказать, я где-то играл тут где-то год назад, потому что у меня ещё сохранились даже, пацаны. Вот смотрите, тут есть система промокодов, да, и здесь можно ввести промокод и получить там 100 тысяч, да. И у меня ещё промокод SUMMER, это считайте от июня прошлого года, почти уже год прошёл, и уже у меня 4 промокода ещё не использованных, и ещё один промокод я уже сегодня пришёл. И вот такой вот, короче, была у меня Волга, заменили на шестёрку, шестёрка валит вообще по-жёсткому. И это, есть, конечно же, у меня на банке какого-то фига, у меня появилось 530 тысяч, хотя столько и не было вообще. Ну да ладно, короче, будем развиваться, покупать новую тачку. И сегодня у нас такой мини-краткий обзор, посмотрим, чё тут почём. Сегодня я с Буган Баякал, Баякал, да? А, Байкал, блин, сорян, сорян, пацан. Будем смотреть, чё тут возможно на шестёрку влепить нашу. Так, Пейнт Джоп, вот такая вот есть, вот такая вот. Ну, такая вот норма, только я не знаю цену. Так, а цена почём? Что если чёрную и синяя норма? Так, винил, выхлоп, выхлоп, давайте посмотрим, вот выхлоп, вообще такую можно влепить. Ну, я не знаю, чё по ценам. Нон-гидравлик, другое, сток-бампер. Давайте посмотрим на бампера. А нет, да? Не работает. А нет, работает. Фендер, давайте посмотрим фендера. Вот, фендера можно влепить. Сзади бампер, без бампера, вот такой вот бампер. Вот, нормально. Сток, сток, сток-руфт. Ладно, спойлера можно влепить. Вот, так, колёса. Вот эти, конечно. Нет, только... А что, пацана? Что, пацана, мне прям интересненько. Я ничего, конечно, уже не покупаю. Диски. Чё за дичь, я их не поставил? Чё, крайне, не появилось. Появились. Такая вот система тюнинга. Вроде разварки 70 тысяч. 70 тысяч, ладно. Давайте выйдем. Мне-то интересно, диски сохранятся или не сохранятся. А нет, они исчезли. Вот. Так, пацаны, первая рп-шечка. Давайте включим аварийку. Всё, так, стой. Давайте напишем. Да-да. Да-да. Привет. Сейчас будем отыгрывать немножечко рп-шечку. Я видел, пацан, вообще, жёсткие шестёрка. Разварочки поставил. Выхлоп. Я тут первый рзар. Блин, не мгш, пацан. Вам чат пишите, если чё. И сможет везти до работы. Ну, ну давай, ну давай. Заодно расскажу вам немножко о сервере. А у меня тачка была открыта. Ай, красавчик. И бензона уже нет. Ээээ. Ой. Сейчас на аварийке можно. Эээ. Сейчас к заправке приеду. Эээ. Так, сейчас к заправке. Короче, врубаем аварийку. Чё я хочу на Редмире сделать? Конечно, на красный никогда не ездите. Но это не можно, потому что мне быстро надо к заправке. Чё я хотел вам рассказать про Редмиру. Я играл я давно. Побыл уже почти в половине организации. Половины я не был. Почему я решил вернуться? Потому что тут долго на права копить? Да нет, да нет. Эээ, потому что интересненько всё-таки русский город. Плюс я посмотрел пару серий у Ковалевского. Ну, у него там вообще не строят новый город. Эээ, Арзамас новый. Без этих всяких мостов. Вообще топово. Модельки топовые. Тюнинг есть. Это вообще топово. Плюс голосовой чат должны добавить. У меня денежки есть. И интересненько. Редмир и т.д. и т.п. Но должно быть нормально. Не дать на права. Так. Вот такое вот. Короче, надо вылезти и заправить именно шланг. И ПКМ возле этого. Только чуть не работает. Чуть не вижу. Так, ПКМ нажимаю. Так. Ну. Вот. Канистра. Давайте ещё купим на 10 литров. С 210 рублей. Так. Заправляем. Вот всё. Заправили. Я, конечно, немножко багажник уже подбил. Но да ладно. Лок. Лок 1. Открыли. Почему я всё с ним могу? Вот. Работал я, короче, на раз... Вот, 31 литр. Работал я на работах. Получается, разненькие. Там типа грузчик, дальнобойщик, инкассатор. Ну, вот очень прибыльный инкассатор. Работа была, по крайней мере, раньше. Но сейчас я не знаю, потому что раньше их мафии чисто всегда останавливали, взрывали, тачки инкассаторов воровали, денежки. Но зато это была очень прибыльная работа, я вам скажу. Такое. Ну, чё сказать, на банке у меня сейчас 630 тысяч, сейчас я вам позже ставлю скиринь, наверное, всё-таки. Ой, заехал случайно. Потому что сейчас я вижу, видите, бомжика на работу. Воу-воу, да-да-да. Была Волга красивая, короче, может скрины найду. И, походу, её заменили, и типа денежки дали. Или чё, или я чё-то выиграл. Если честно, я уже не помню, откуда у меня денежки. Первая эта серия вот такая вот заключительная, расскажу вам. Вторая серия, возможно, поработай на дальнобойщике. Там всё-таки ещё интересно на работе. Третья серия, наверное, продам эту уже, когда буду работать на дальнобойщике. Продам эту, наверное, уже всё-таки шестёрочку. Или затюнингирую. Кстати, видосик. Вот, смотрите, Владик. Либо затюнингирую шестёрочку, либо я её продам и куплю что-то среднего ценового сегмента. Так, сколько права стоит? Я не помню. Так, я не помню, почему права там стоит. Мы уже, конечно, почти подъехали к работе. Завезём бичика. Кстати, это... Шестёрка стоит 120 тысяч, так что можно её ещё слить за 1180. Не, не 180, а 180, где-то так. Прикольно то, что здесь надо всё по правилам, с поворотниками ездить. Но иногда мне впадло и... Ну, такое. Ну, всегда я почти урубаю. Сейчас, конечно, две сплошных нельзя, но... Здесь маппинг присутствует, так что тут по-другому никак. Только через две сплошных. Я надеюсь, здесь начальная работа, и мы, пацана, не привезли. Бля. Блин, я не сюда приехал. Всё, понял. Огромное спасибо. Это всё, пацаны. Вот такая вот первая входящая серия. Смотрите, где я нахожусь. Я нахожусь в больнице, потому что я водитель. Въехал, короче, в стол и умер. Надо было, конечно же, пристегнуться. Так что, это вам урок. Перестегайтесь, когда едете. Ну, с вами был Лайвен. Всем, пацаны, удачи. И всем пока.